Библиотека номер 7 поселка Маймаксанского лесного порта ко Дню Российской Печати подготовила видеопрезентацию. В России 13 января отмечается профессиональный праздник печатной прессы – День Российской Печати. Торжество объединяет редакторов, журналистов, издателей, публицистов, корректоров и других специалистов, причастных к созданию газеты-журналов. Именно 13 января 1703 года вышла в свет первая в России регулярная газета «Ведомости». Тираж составил всего тысячу экземпляров. Редактором первой газеты выступал сам Петр I. Чтобы приобщить население к печатной прессе, царь открывал специальные рестораны, где люди собирались за чтением. Посетители бесплатно угощали чаем и сладостями, а содержание газет сводилось к объяснению реформ и их необходимости для развития России. Вслед за первой в стране московской типографией издательства стали появляться и в других городах. В Санкт-Петербурге газеты печатались в здании, принадлежавшем директору оружейной Михаилу Аврамову. Именно он вдохнул в газеты новую жизнь, с позволения императора, начав печатать не только законодательную повестку, но и заметки о событиях общественно-политической сферы. Первый лист ведомостей отпечатали в январе 1703 года. Газетные строки были наполнены эхом Северной войны и Петровских преобразований, что следовало и из полного названия издания «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в московском государстве и военных окрестных странах». Случалось же в то время немало. На военные нужды требовалось все новое орудие. На Москве вновь ныне пушек медных гаубиц и мортиров вылета 400. Развивалась и система образования. По велениям Его Величества московские школы умножаются, и 45 человек слушают философию и уже диалектику окончили. Крепли международные связи на Востоке. Индийский царь послал в дарах великому государю нашему слона и иных вещей немало. После смерти Петра и вплоть до революции газету издавала Академия наук, а с 1991 года Санкт-Петербургские ведомости возродили коллектив «Ленинградской правды». В 1785 году в России появился первый детский журнал. Бесплатное приложение в газете «Московские ведомости» издавал Николай Новиков. 20-летний Николай Карамзин переводил для маленьких читателей лучшие произведения западной литературы того времени. Каждую неделю он сдавал журнал по 20 страниц текста. Среди них были и его собственные сочинения. В детском чтении была опубликована первая повесть Карамзина «Евгений и Юлия» – легкая и изящная. В издании печатали не только художественную литературу, но и рассказы о природных явлениях, растениях и животных. Юные читатели журнал обожали. Писатель Сергей Аксаков вспоминал о своем знакомстве с ним. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для меня открылся новый мир. В 1870 году ввели подписки на издания, быстро ставшие популярными. К 1914 году в России уже существовало более 3000 изданий. На сегодняшний день каждый член семьи, в зависимости от своих предпочтений, имеет возможность выписать тематическое издание. И дети всех возрастов – не исключение. У каждого из известных детских изданий была своя история. О некоторых из них я вам сейчас и расскажу. 15 июня 1918 года открылось первое в нашей стране детское внешкольное учреждение – станция юных любителей природы, или, как ее все тогда попросту называли, биостанция. Через некоторое время биостанция, положившая начало юнацкому движению в стране, была переименована в Центральную детскую и юношескую агробиостанцию. Уже к концу 1927 года пришло постановление правительства об издании нового журнала. По предложению он получил название «Юный натуралист». Редакционная коллегия сразу приступила к сбору материалов для первого номера, который вышел в июле 1928 года. Замечательные писатели, поэты, публицисты, художники, крупные ученые, блестящие популяризаторы науки, артисты, педагоги, космонавты, множество ярких и увлеченных своим делом людей сотрудничали с юным натуралистом. Журнал «Юный натуралист» приходит к своим читателям, чтобы напомнить о том, что время великих путешественников и исследователей не прошло. Подрастают новые Колумбы, Миклухи-Маклайи, Дарвины и Пржевальские. Наша планета так огромна и до конца неизведана, что для каждого из вас, ребята, всегда есть место для увлекательнейшего и высочайшего призвания, открытия удивительных тайн природы. Пройдет всего месяц, и ветер странствий вновь позовет вас в дорогу. И, как всегда, рядом с вами, дорогие ребята, во всех самых невероятных путешествиях будет ваш верный и испытанный временем журнал «Юный натуралист». Журнал «Клёпа» издается с 1991 года для детей среднего школьного возраста. Главная героиня этого журнала – «Клёпа» – необыкновенная девочка с косичкой антенной. Оптимистка и неутомимая выдумщица. «Клёпа» – большая путешественница и разговаривает на всех языках мира. Перемещается во времени и пространстве при помощи волшебных ботинок. «Клёпа» – девочка волшебная. Ее платье реагирует на добро и зло, меняя свой цвет. А карман на платье вмещает все, что не попросишь. У «Клёпа» есть друзья – Филиппыч, Капи-Капи, Егорка и Ибрагимка. С героями журнала «Клёпа» подрастает новая Россия. Где только не побывали читатели журнала с волшебной девочкой, узнали много интересного, потому что «Клёпа» обладает удивительным качеством, она умеет по-новому взглянуть на привычные вещи. И этим умением она с радостью делится с вами. Каждый номер журнала посвящен какой-нибудь теме. На страницах журнала номер 9 за 2010 год «Клёпа» познакомит вас с загадочным и увлекательным миром механических помощников человека – роботов. Это только на первый взгляд кажется, что о роботах всем все известно. А на самом деле вы будете читать и удивляться буквально с первых страниц. Вы познакомитесь с историей появления и будущим роботов. В рубрике «Клёпа Курьез» вы познакомитесь с робособакой и узнаете о португальском зоопарке, в котором обитают не звери, а роботы. А еще на страницах журнала вы узнаете о профессиях роботов и какие роботы снимались в фильмах. В номере есть «Кроссворд» и «Викторина» о законах робототехники. Экология – наука о нашем общем доме – природе. Главная цель создателей журнала «Сверель», о котором мы сейчас поговорим, научить юных читателей лучше понимать природу, беречь и сохранять ее для будущих поколений. «Сверель» – детский экологический журнал для чтения в кругу семьи и в школе. Издается с 1994 года. Он знакомит нас с редкими исчезающими видами животных и растений, заповедными уголками нашей планеты. Почему же тогда журнал называется «Сверель»? Дело в том, что сверель – это очень хрупкий музыкальный инструмент, обладающий нежным и чистым звуком. Так и наша планета Земля, хрупкая, нуждается в нашей защите и заботе, чтобы оставаться чистой и прекрасной. Давайте полистаем номера журналов за 2022 год. Почти каждый из них знакомит читателя с жизнью заповедника или национального парка. Например, открыв шестой номер, вы окажетесь в самом маленьком национальном парке России – на Курской косе. Его площадь немногим более 6000 гектаров, но на ней произрастает более 600 видов растений, живет в 46 видах некопитающих и 240 видов птиц. Очень много интересного и полезного из жизни растений вы узнаете со страниц журнала. Оказывается, береза или ольха могут быть не они для молодой ели, а латинское название «рябины» дословно означает «ловить птиц». А какие познавательные рассказы о животных печатает журнал? Все знают, что в наших краях водятся зеленые и бурые лягушки, но многие ли видели голубых? Оказывается, каждую весну самцы, остромордые лягушки надевают такой экстравагантный наряд. Диковинное животное, трубкозуб, действительно имеет постоянно растущие зубы в виде сросшихся трубочек, без эмалий и корней. Похожие зубы есть только у скатов. У птиц, оказывается, существует целый ряд процедур по уходу за собой. Купание, смазка с жиром, припудривание. Не зря же существует выражение «чистить перышки». Птица с грязными перьями не только плавать, но и летать хорошо не сможет. А если вы хотите проверить свои знания, то специально для вас в конце каждого номера помещены традиционные кроссворды. В журнале вы найдете абсолютно все, что называется природой. Все статьи написаны простым и доступным языком, богато иллюстрированы. Читать их одно удовольствие. Не отказывайте же себе в нем. В 1997 году у журнала «Сверель» появилась сестричка «Сверелька». Она рассказывает о природе деткам от 3 до 8 лет. С первого номера и до сегодняшнего дня на страницах журнала опубликовано свыше 2500 материалов, знакомящих юных читателей с актуальными экологическими проблемами современности, с редкими и краснокнижными видами животных и растений, с заповедниками и национальными парками России, с объектами всемирного, природного и культурного наследия, с книгами экологической тематики, с новейшими открытиями ученых, с детскими организациями из разных уголков России. Детский научно-познавательный журнал «Тошка» издается с января 1999 года с периодичностью 1 раз в месяц. Содержание изданий подойдет юным читателям от 6 до 10 лет. Главным героем журнала является веселый и любознательный щенок «Тошка», который рассказывает о разных животных, их видах и породах, где они живут и чем питаются, а также о правилах ухода за ними. У «Тошки» есть постоянные любимые рубрики, например, «Тошкины друзья» о самых разных животных и птицах, «Тошкина история», интереснейшие факты из мира животных, рассказанные самими животными. Рассказы построены в форме фотокомиксов, очень забавно и увлекательно. «Тошкин тест» поможет читателям проверить знания животных. «Тошкина школа», опишет наблюдения за жизнью и повадками обитателей огромного мира природы. «Тошкина почта», в эту рубрику читатели могут присылать свои рисунки и письма. «Самоделка», здесь ребят научат мастерить разные поделки. «Звериный доктор», полезные советы и рекомендации на случай болезни разных домашних питомцев. Все эти и многие другие журналы вы можете найти в нашей библиотеке. «Самоделка» «Спасибо, к всему миру совете, мы с вами unusадим нашим 372 годом. Готови знаешь и credits хорошо». «Рошкина可能 — нюх 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 нетгивотда», «Нюх нюх 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 не поü Kこの trimmedу не oynадкеína зайнылиמע в библиоттую эк plea к наж הב׿у Primary BLPIN» «Звери в smelled照 etme fatoы». «Звери, новой при nochcję gefallen»